Крыло уникальное, там применен метод аэродинамической крутки. То есть крутка крыла выполнена подбором профилей. Это дает крылу очень высокий коэффициент подъемной силы. То есть это укорачивает разбег, пробег, уменьшает посадочную скорость. Чем лучше крыло, тем меньше посадочная скорость. Что увеличивает ресурс шасси и самолета в целом. Для примера вам, самолет со стреловидным крылом планирует у нас с углом тангажа 45 градусов. Что такое пикирование с 45 градусами? Это самолет практически падает. Вот 204 может планировать спокойно, как самолет с прямым крылом. Ничто так благотворно не сказывается на самолете, как его испытания. Крайние режимы формируют характер и надежность. Совсем недавно в торжественной обстановке новый член большого семейства Тупольвых Ту-334 получил свою метрику. Сертификат типа. Кстати, практически по мировым нормам, по АП-25. Но испытания продолжаются. Впереди следующие модификации и конструкторы расширяют в испытаниях возможности новой машины. Здесь и температурный диапазон от Крайнего Севера до Тропика. И дополнительные серии испытаний бортового оборудования. И увеличение разрешенного взлетного веса. В расчете на большее число пассажиров. Решение о серийном производстве этого самолета, о порядке производственных операций, принималось еще в Советском Союзе. И тогда в частях кооперантов были Киевский авиационный завод, Ульяновский завод Авиастар-СП и Таганровское авиационно-производственное объединение. Все эти три завода в сумме полностью готовы к производству Ту-334. Полностью, на 100%. Более того, на Киевском авиационном заводе сегодня уже запущено 5 первых серийных самолетов Ту-334. Самолет номер 9405, это мое твердое обещание, в этом году он будет возить пассажиров. Всю свою жизнь Игорь Шевчук работает на Туполеве. Сейчас президентом. Сегодня у его нового детища, среднемагистрального Ту-334, большое событие. Первая посадка в Европе. Цюрих, Швейцария. Смотрите, он не может скрыть волнение. Ведь с этим самолетом, возможно, связано будущее русской авиапромышленности. Недаром его и его собрата по семейству Ту-204 швейцарцы сами пригласили наравне с Боингами и Аэробусами, чтобы в полном объеме представить пассажирам новенького полуторамиллиардного международного терминала. Черт побери, какой же контраст с тем, что говорят об этих самолетах на родине. Воистину, пророки Отечества до сих пор живут за границей. Самолеты семейства Ту, особенно Ту-334, по своим летным и экономическим характеристикам, чрезвычайно подходят для наших европейских авиалиний. И лишь вечером того же дня Игорь Шевчук узнает, что в этот день в Москве президент Российской Федерации Путин подписал указ о присуждении коллективу туполевцев государственной премии за создание семейства самолетов Ту-204. Вот такие хорошие новости. Прежде чем самолет залетит, ему нужно добраться до взлетной полосы. И вот этот борт напоминает мне всю нашу авиапромышленность. Мы уже в метре от старта. Как никогда было приятно увидеть премьер-министра страны на авиазаводе. И не с очередным визитом вежливости. Этого и в прошлом было достаточно. А с конкретными решениями. Включить программы финансирования лидинга наших самолетов в бюджет страны. Вот это государственный подход. Пожалуй, впервые в лице господина Фородкова государство ведет себя как заинтересованный партнер в авиационном бизнесе. Браво! Авиапром может стать еще ближе к своему взлету. Краткий воздушный справочник. Невыдуманные истории из воздуха. Ту-114-й. Это веха отечественного самолетостроения. Наш знаменитый первый трансатлантический лайнер, который был создан на базе ракетоносца Ту-95-го. Его двигатели НК-12 до сих пор держат рекорды мира по экономичности и мощности. Я думаю, Никите Хрущеву было особенно приятно появиться на таком самолете в Америке. И американцы прекрасно понимали, что эта машина может легко донести до их территории не только председателя Совета Министров, но и ядерное оружие. Солнце еще не взошло, а на аэродроме Брюсселя уже кипела работа. Я стоял и радовался. Правда, как ребенок я любовался этим самолетом. Совсем не гигантом, но таким по-хорошему деловым и красивым. Нашим Ку-204. Единственным русским самолетом в ночи огромного европейского аэропорта. Самолеты с двигателями Мурой Ройс работают бельгийские компании, так называемые Тинти. Это европейская компания по почтовым перевозкам. Самолеты могут работать только ночью, потому что население там не воспринимает дневной шум. Они более к этому вопросу цивилизованные подходят. Поэтому самолеты летают ночью, и плечо их буквально 40 час полета. Потому что почта как сюда, 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 и он за ночь делает десяток взлет-посадков. Бельгия не нахватится, Тинти, почтовой перевозки, что это самый лучший самолет, который выдерживает такую интенсивность. Мы выступали с конкурсом с Боингом по 757. Боинг проиграл это. Проиграл. Ну и, наконец, рабочее место номер три. На этом стапеле самолет оживляют. Но вот что интересно, и это тонкости, которых мы, пассажиры, не понимаем. Сначала самолет начинает приводить в чувство осторожно. Крылья еще покоятся на ложементах. Они еще не напряжены под собственным весом. И все системы работают в таком абсолютно нейтральном положении фюзеляжа и крыльев. И лишь потом, проверив все это функционирование, самолет опускают на шасси уже в рабочее положение. И опять снова проверяют работы всех систем. Потому что это уже, согласитесь, другие условия. Когда геометрия немного не та, и вы видите, какие расстояния здесь. Просто механические системы здесь работают. Возникают деформации. Здесь же проверяют герметичность самого салона. Для чего закрывают все двери и наддувают избыточным давлением в 1,6 раза больше, чем атмосферное. Устанавливается норма. 20 минут. В реальном полете система наддува и кондиционирования воздуха в кабине легко справляется с этой очень небольшой утечкой. Собственно, она и полезна для того, чтобы воздух в самолете всегда был свежим. Я уже назвал вам общие части планеров семейства Тул. Теперь, вне зависимости от частей их тел, я расскажу вам об общности их характера. Ну, во-первых, это соответствие мировым нормам летной годности. Это важно. Во-вторых, низкая стоимость эксплуатации. В-третьих, очень низкий уровень шума на местности и возможность летать на зарубежных двигателях. А в-четвертых, единая универсальная кабина на трех или двух членах экипажа с цифровым комплексом автоматических систем управления самолетом и цифровой индикацией на многофункциональных экранах, дисплеях. Словом, мои дорогие друзья, нашего воздушного флота, это семейство, конечно, пока не Airbus и не Boeing. Масштаб наш пока меньше. Но это семейство впервые в нашей истории устанавливает на деле мировые стандарты в производстве и эксплуатации гражданских самолетов. И поверьте, это огромный, качественный шаг вперед. Хотите, скажите, к удвоению ВВП, и на самом деле это будет справедливо, а хотите, скажите, к возрождению моей авиации. Краткий воздушный справочник. Невыдуманные истории из воздуха. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский Туполев 144-й. Вообще в авиации не принято говорить последний. Говорят, крайний или в крайнем случае заключительный. Но Туполев 144-й стал действительно последним самолетом для Андрея Николаевича Туполя. Так много написано и рассказано об этом самолете, что не хочется повторяться. Поэтому скажу о главном итоге этого проекта. Необычайный, мощный технологический прорыв по всем направлениям самолетостроения. От аэродинамики до материаловедения. Именно этот прорыв и позволил Туполевцам создать лучший в мире Боевой стратегический воздушный комплекс. Сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла Туполев 160. В авиации кредит доверия зарабатывается десятилетиями. История Туполевского КБ хранит бесценный опыт работы поколений. А в авиации это колоссальный капитал. Долгие годы эта история была воздушным щитом и мечом огромного государства. Рожденные из ракетоносцев первые советские лайнеры. Говоря о гражданских проектах Туполева, нельзя недооценивать их влияние на наш оборонный потенциал. Ведь наука и исследования, стоящие за прорывными проектами, одинаково мотивируются любыми задачами. Лишь бы они были, эти задачи. Государство не будет никогда таким покупателем автовом авиационной техники. У авиакомпании денег нет, да и во всем мире авиакомпания целиком свои деньги самолеты не строит. Поэтому нам нужно создавать новые рейтинговые компании. Как я говорил, расширять схему рейтинга. И искать новые экономические методы, позволяющие прилечь деньги. И дать возможность заводам построить самолеты для этого заказчика. Вот этим мы как раз и занимаемся сейчас. И я считаю, что важнейший вопрос – это резкое повышение качества. Прошло то время, когда мы авиакомпаниям говорили, какие самолеты им нужны. Теперь они нам говорят, какие самолеты им нужны. Мы обязаны это выполнять. Ну вот и все, прилетели. Андрея Николаевича Туполева давно нет с нами, как нет и Юрия Воробьева. Но их детище летают. И мы этим пользуемся. Семейство самолетов Туполева заступает на работу. Конечно, праздник, но хочется будней. Семейство самолетов Туполева, я думаю, это основа государственной программы по отстаиванию интересов страны прежде всего в собственном небе. Судя по заказам из Китая и других стран, в небе планеты. Напоминаю нехитрую мудрость 21 века. Кто контролирует небо, тот контролирует мир. Китая и других стран, в небе планеты. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...